Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок обобщения, повторения и систематизации знаний по темам цивилизация, особенности развития. Сегодня на уроке мы обобщим основные теории и подходы в классификации и изучении цивилизации. Мы систематизируем этапы развития цивилизации. Мы рассмотрим типы взаимодействия цивилизации. Такая социокультурная общность, как цивилизация, возникла 5000 лет назад. Общества объединяют такие понятия, как экономика, наличие городов, наличие своего государства. Культуры и общности объединяют также такие понятия, как своя наука, своя культура, свои какие-либо мировоззренческие устои. Термин цивилизация впервые был употреблен французом маркизом де Мирабо, который понимал под цивилизацией правила правильного общения в обществе. На сегодняшний момент определений цивилизации достаточно много. Их насчитывают около 200. В современной науке существует много подходов в определении или изучении развития цивилизации, но основными из них является теория стадиального развития цивилизаций и теория локальных цивилизаций. Давайте проверим наши знания. Укажите правильное соответствие. Какое определение относится к теории стадиального развития или к теории локальных цивилизаций? Единые для всего человечества законы развития. К теории стадиального развития относят единые для человечества законы развития, его прогресс. Теории локальных цивилизаций изучают индивидуальное разнообразие исторического процесса, индивидуальность каждой определенной культуры. Ставьте вместо пропусков. Современные ученые выделяют в общемировом цивилизационном процессе три основные стадии. Проверим себя. Современные ученые выделяют в общемировом цивилизационном процессе три основные стадии. Доиндустриальную, аграрную цивилизацию, индустриальную, машинная цивилизация и постиндустриальная, информационная цивилизация. Древние цивилизации имеют ряд общих черт, но уже тогда возникают два основных больших района. Это восток и запад, которые сформировали свои отличительные черты. Так где и когда возникли цивилизации? В четвертых-третьих тысячелетиях до нашей эры сформировались первые цивилизации Египта и Месопотамии. В третьем и втором тысячелетии до нашей эры в районе реки Хуанхэ сформировалась цивилизация китайская, в районе реки Ганг сформировалась цивилизация Индии. На рубеже третьих-вторых тысячелетий до нашей эры сформировалась критомикенская цивилизация, из нее выросла греческая цивилизация. Первое тысячелетие до нашей эры характеризуется формированием цивилизаций Закавказья, Урарту, Иран и Италия. Древневосточные цивилизации формировались в районе великих рек. Это способствовало возведению ирригационных сооружений. Это способствовало тому, что Древний Восток явился родиной новой формы правления, как восточная деспотия. Надо отметить, что одной из характеристик Древневосточной цивилизации является прежде всего строгая иерархия. Во главе данной иерархии стоял царь или император, который был богом, солнце или небо. Античная цивилизация. Ярким примером античности является, конечно же, рождение новой формы правления, как демократия. Общество, как община, полис, конечно же, сыграло решающую роль в отличительных чертах Востока и Запада. Община, полис – это город-государство с прилегающей к ней территорией. Именно община, полис формировала такие принципы правления в Греции, как гражданское общество, гражданские права и, конечно же, свобода слова и мысли. Проверим изученный материал. Установите правильное соответствие. Какие государства, цивилизации мы отнесем к речным, а какие – к приморским цивилизациям? А. Финикия, Б. Египет, В. Бавилон, Г. Греция, Д. Рим и Е. Китай. Проверим ответы. К речным цивилизациям относят Египет, Вавилон, Китай. К приморским цивилизациям относят Финикию, Грецию и Рим. Определите последовательность событий. Первое – возникновение хетской и финикийской цивилизации. Второе – возникновение индийской и китайской цивилизации. Третье – возникновение цивилизации Урарту и римской. Четвёртое – возникновение египетской и вавилонской цивилизации. И пятое – возникновение критомекенской цивилизации. Проверим свои ответы. Первой цивилизацией возникшей является египетская и вавилонская. Следом за ней идёт индийская и китайская, хетская и финикийская. Следующий этап – критомекенская. И заканчивает наш этап развития цивилизация Урарту и римская. Приведите в соответствие цивилизации и характерное для них отношение к природе, что относит к восточным цивилизациям и к западным. Преобразовательное отношение к природе и формирование удобного для человека окружающего мира. И приспособление к окружающей среде и поиск гармонии с природой. Проверим ответы. К восточной цивилизации характерной особенностью является приспособление к окружающей среде и поиск гармонии с природой. К западной цивилизации относят преобразовательное отношение к природе и формирование удобного для человека окружающего мира. Назовите основные идеалы гражданина Полиса. Проверим ответы. Основные идеалы гражданина Полиса это патриотизм, преданность своему Полису, благородные поступки, смелость, стремление к равноправию, культ физической силы. Религия является неотъемлемой частью современного общества. Надо отметить, что религия зародилась в период первобытности. Религии имеют следующие виды. Это родоплеменные религии, национальные религии, мировые религии. С чеми именами связаны религиозные воззрения мира? В переводе санскрита означает просветленный. Это имя было дано принцу Синхарке Гаутама, который происходил из царского рода племени Шакьев и считается основателем буддизма. Бога-человек, в котором соединены божественная и человеческая природы. Он добровольно принял страдания и смерть на кресте ради искупления грехов человечества. Жил в 570-м, 632-х годах, посланник Аллаха, через которого людям был передан текст Курана. Принадлежал племени Курайшитов. Впервые выступил с проповедью Мекки. Был главой теократического государства. Является примером совершенного человека и справедливого правителя. Проверим ответы. Основателем буддизма, принц Гаутама, был Будда. Бог и человек, в котором соединены божественная и человеческая природа Иисус Христос. Посланник Аллаха, через которого людям был передан текст Куран. Пророк Мухаммед. Соотнесите термины и определения. Что означает даосизм, сунна, буддизм, имам и конфуцианство? Проверим ответы. Даосизм – это учение, проповедовавшее духовное совершенствование и созерцательный образ жизни, слияние с природой. Сунна – это священные предания о жизни и поучениях пророка Мухаммеда. Буддизм – это религия, призывающая человека к пересозданию собственной личности. Имам – это духовный глава мусульман, обладающий политической властью. Конфуцианство – это учение, состоящее в том, чтобы сделать государство идеальным, основанное на твердых нравственных принципах. Анализ проблемы межцивилизационных отношений уходит своими корнями в античную философию. Уже Платон и Аристотель отмечали культурную значимость связей стран и континентов друг для друга. Современное общество с развитием медийных технологий становится все более информативным, коммуникативным, идеологичным. Одним из элементов такой культуры диалога является термин «диалога цивилизации». Термин стал популярным после выхода книги Хантингтона «Столкновение цивилизаций». В условиях глобализации вопрос взаимодействия культур, взаимодействия цивилизаций становится основополагающим и достигается только при условии открытости культур, его диалога, взаимопроникновения и обмена, понимания уникальности культур, ее принятия и уважения. Закрепим материал. Назовите сферы взаимодействия цивилизаций. Проверим ответы. Сферы взаимодействия цивилизаций включают торгово-экономическую сферу, дипломатическую, военно-политическую и духовную сферу. Определите истинность или ложность высказываний. Международной организацией, призванной регулировать международную торговлю, является Международный валютный фонд. Целью и принципами Международной организации ООН, Организация Объединенных Наций, является упрощение международного мира и безопасности. Единый экономический союз создан в целях модернизации, кооперации, повышения конкурентоспособности национальных экономик, повышения жизненного уровня населения участников государств. Решение об изменениях объема добычи нефти в соответствии с изменением спроса на рынке принимается на конференциях Всемирноторговой Организации. Международной организацией, призванной регулировать международную торговлю, является Международный валютный фонд. Ответ неправильный, так как организация, которая регулирует международную торговлю, является Всемирноторговая организация. Целью и принципами Международной организации ООН является упрощение международного мира и безопасности. Правильный ответ. Евразийский экономический союз создан в целях модернизации, кооперации и повышение конкурентоспособности национальных экономик, повышение жизненного уровня населения участников государств. Правильный ответ. Решения об изменениях объема добычи нефти в соответствии с изменениями спроса на рынке принимаются на конференциях Всемирноторговой Организации. Ответ неправильный, так как решения об объемах добычи нефти в соответствии с изменениями спроса на рынке, принимаются прежде всего на конференциях ОПЕК – стран-экспортеров нефти. На этом наш урок подошел к концу. До свидания.